всем привет с вами барсук на канале фортуна новая прошивка на каще x45 под номером 237 чего не нового и какая работа была проделана какие акценты рассказываю вкратце ну постараюсь понятными словами и продемонстрировать все это последняя прошивка официальная у нас было 1 и 7 67 тестовых прошивок просто колоссальная работа задача была сохранить глубину и улучшить глубину на тяжелых грунтах а даже больше сказать распашки и стабилизировать при этом прибор по максимуму и так посмотрим как это выглядит сервис на меню когда у вас запускается пишет 237 также на некого образца нового поколения плат введен новый режим ft я объясню что это такое это будет доступно не всем но очень классная штука скажу сразу заинтересую это намного круче чем работа прибора на несколько частотах одновременно и продемонстрирую почему и так начну я с программы сложные грунты из режима ft слушайте эти космические звуки ложных никаких нету у меня здесь щебне или там магнитит солончак глина убитая то есть тяжелые грунты где приборы просто слепые распашки мы придем позже здесь на 12 сантиметров 5 копеек советов делаю баланс грунта у чуйка 80 здесь не надо какой-то максимальной чувствительности 97 баланс грунта подвожу к цели смотрите слушайте внимательно звук не просто видит и цветом ее и правильным видяй но искажает с этой стороны почему-то хуже не видит принципе нормально чуть-чуть блокирует убавляю чувствительность работает параллельный режим тишина который называется ft для примера возьмем другой прибор посмотрим как он будет справляться и так теперь у нас garrett от и макс это высокочастотный прибор простое использование настройки все видите вот у нас цель 4 3 4 3 это черный мы его не копаем с другой стороны 0 для сильно недоверчивых этот прибор ой извиняюсь не ту кнопочку нажал так переделывать ничего не будем как есть так и есть мы не на картину играем запускаем прибор я поднимаю чувствительность так вот все в онлайн-режиме 80 у нас было и проверяю поехали дальше а если кто не ходит по щебне или магнититу или солончаках показываю здесь у нас золотая пластинка где-то 5 на 5 миллиметров чека золото меня 6 килогерц эта чистота не берет это чудо я сделал громкость ft побольше смотрим и подвожу к цели и на чистом то есть она видит золото но просто не различает это намного круче чем его к примеру на низких частотах не видит или наоборот может быть у вас здесь черный металл какой-то там крупный или крупная медная монета вы работаете на 12 килогерц то режим ft ее видит примеру а обычный пик пик сигнал так скажем да в двухсторонний его не видит если вас еще не убедило показываю еще один прием с ft для чего он нужен и так чистое место иногда нам надо найти центр цели что понять четкий дискрим до прихожу здесь цель или понять какой у него размер или включить пинпоинтере вывести его центр этот режим ft позволяет вам первое понять размер объекта если близко крупный предмет идет перезагруз и сигнал когда нашли центр числяем что это такое это штык нож на ребре семерка восьмерка может до девятки и тишина и то же самое и смотрите какая площадь и замолкает то есть во первых это сокращает ваше время на копе выводит четкий центр быстро предмета без включения пинпоинтера второе оно демонстрирует непосредственно какого размера объект и показывает крупный он или нет по перезагрузу и близко или далеко как по мне крутая штука прибор также подстраивается сам можно выбрать уровень постройки на любой программе этот режим ft можно включить или выключить или поменять тональность но вот этот космический тон лично мне нравится больше всего поехали дальше дальше всем известный фокус кстати здесь тоже помогает режим ft даже если неправильно настроенный прибор скажем он видит эту монету и смотрите фокус чистая яма программа медленные взмахи баланс грунта восемьдесят четыре семь и начинаю водить над монеткой четкий сигнал попробую с другой стороны ну видит есть немножко прерывчатость но видит но если я поставлю коррекцию баланса грунта в ноль то получится такая ситуация что эту цель не будет теперь видеть а я вам сейчас вкратце расскажу что это такое всем онлайн режиме снимаю то есть как бы я думаю все понятно это некая имитация механизма который делает то же самое что делает грунт с целями то есть он грунт искажает монеты если вы в воздухе это к примеру там видя и 20 до в грунте она может снести уже там 18 17 19 это и в черные а вот эта штука позволяет вытягивать неких мертвых зон при неких перепадах особенно это полезно очень на распашке она правильно эта коррекция баланса грунта правильно корректирует видя и неким аж фильтром и не дает монете просто пропасть в поле зрения и ситуация может быть такая что прошелся кто-то каким-то дешевым дорогим прибором не поднял но сигнал был а потом прошелся кто-то супер дешевым приборами поднял это когда уже все промокнет сядется ли там какие-то окиси придут тогда можно поднять и будете думать что у вас прибор круче чем тот дорогой или наоборот все совсем может быть и вы будете покупать это дорогой прибор это зависит от совсем других факторов но в каще это можно регулировать для примера опять же все делаю в онлайн режиме беру снова город включаю его пошли помехи отключим итак чувствительность максимальная настройки думаю все видите откачиваю баланс грунта здесь он немножко другой немножко совсем другой 82 отпускаю и провожу на целью тест а где сигнал а его нету получается этого сигнала абсолютно и смотрим с этой стороны и с другой стороны вынимаю монетку вам для примера ложу ее вот сюда провожу здесь некие срабатывания на яму но это не ложные сигналы это классная стабильность а теперь монетка поехали дальше и так еще вкратце расскажу какие изменения дополнительные были это новый нулевой фильтр скажу прямо это полная имитация экспедаус по сути вы можете его и сделать чем ниже фильтр тем надо медленно и водить дальше фильтр один он несколько раз менялся то был нулевым то единичным то еще меньше то чуть выше сейчас его подобрали золотая качество дискриминации средняя скорость проводки хорошая глубина второй фильтр по-прежнему оставался самым ходовым который есть и третий фильтр на более сложные грунты и на 4 на сложные грунты или искать то металлопластику понятно ну и 5 это самые убысь убийственные грунты там не знаю чистый солончак и тому подобное про эти фильтра в принципе вам не надо понимать в каждой программе используется все из фильтр а вам просто надо правильно подбирать нужную программу для нужного места и нужных целей ну еще расскажу в меню звук у нас появилась громкость ft и скорость ft и чувствительность ft что появилось это в меню надо зайти в дополнительно инженерное меню и запустить эту функцию тогда вы сможете на любой программе включить или выключить фоновый тон ну мы уже разобрали что этот некий мод микс режим он работает параллельно в статичном режиме и не путайте это с трешем это совсем не треш и в динамике то есть что позволяет хорошо цепляться за цели находить четко центр определять дискриминацию точно и выводить размеры объекта и тому подобное и так мы можем отрегулировать чувствительность ft рекомендую минимум на 14 среднем 22 и максимум на 30 все зависит от места и что вам надо от этого какой эффект получить тональности ну в данном случае космическая наша тональность атор номер три я использовал не она больше всего нравится и не влияет так скажем на мою психику поэтому советую вам ее ну и скорость постройки ft в местах где много мусора рекомендую выше ставить чтобы был переход потому что когда вы вводите в режиме ft над металлом очень долго он подстраивается к этому на подстройке 9 он буквально за секунду там за 12 маха перейдет нормальный рабочий режим и будет снова вам помогать в работе дальше для так называемых юзабилити для удобства прибора было принято такое решение что с любой программы переходит сразу в режим поиска и приблизительно выставлены даже правильные для чистоты баланса грунта смена чистоты довольно удобно это мы все знаем это не будем объяснять дальше если забывали кто в какой программе работал то теперь остается на той программе который запустил и курсов и вы будете знать когда на какой программе работает дальше что мы можем еще посмотреть самом приборе здесь включена дополнительная некая аж фильтрация и стабилизация при высоких или низких очень температурах некая подстройка датчика минус один которая находится в параметрах чтобы ее увидеть надо зайти в контроль батареи удерживать кнопку вниз мигнет экран и появятся дополнительные функции так сейчас мы найдем потом вернемся расширенный круг шумодавов и хипербольшим и именно вот шумодав это очень важная штука вам если есть какие-то помехи надо не чуйку убавлять а шумодав шумодав теряет 1 2 процента глубины но стабилизирует прибор точно все равно что убавить чуйку на 10 процентов вот она подстройка датчика минус один раньше она принимала значение только ноль советую устанавливать на минус один отличный вариант без каких-то потерь хорошая стабильность аж фильтрация советую тоже включать она тоже активно когда заделствовали дополнительные инженерное меню улучшает качество дискриминации по мере по золоту испытал 5 рублей и кусочки мелкого золота чекашного отрабатывает лучше чем старый вариант если вы отключите у вас будет старый вариант советую включать ну в принципе дальше что касающие еще обновлений самих прошивки здесь у нас есть такая штука как фильтр гк вот мы к нему вернулись все старые фильтра которые были начиная минус один он и остался минус один но уходят в левую историю 2 3 4 5 вот единственное что идет смещение сейчас если сейчас минус один это раньше был минус один а вот дальше пошло смещение ой извиняюсь нажал не ту кнопку дальше пошло смещение минус 2 это бывший 1 а в правую сторону идут нового поколения фильтра они более четко резко отрезают но вам опять же эти настройки не нужны все в каждой программе правильно задействовано для удобства примеру если я здесь остался на фильтре гк также заходим в основные параметры и вы здесь на фильтре гк это удобно когда стабилизироваться к примеру шумодалом или подавлять какой-то фильтр гк и и и и и и и и и Продолжение следует...